Я торжественно вам включаю в таком вот кутляре ключ. Зашёл и живи. Здесь уже сделан ремонт. Есть даже необходимая сантехника. Люди, которые получили служебные квартиры, ждали этого события долгие годы. Мы с дочерью живём в общежитии уже больше 10 лет. И больше 10 лет мы ждали улучшения жилищных условий. Теперь у нас будет отдельная квартира, без соседей. Кадры решают всё. Не согласиться с этим выражением невозможно. Модернизация системы здравоохранения, реконструкция зданий, закупка медицинского оборудования без компетентных работников. Всё это теряет смысл. Поэтому власти стремятся помогать врачам. Во Всемирный день здоровья 11 наших земляков. Сотрудников здравоохранения района получили ключи от счастья. Нашим приоритетом являются сегодня врачи. И получая сегодня от инвесторов квартиры, мы будем и в этом году, и в последующие годы, конечно, реализовывать этот один из важнейших приоритетов. Наталья Викузарова уже 6 лет работает онкологом в поликлинике. Своей большой семьёй, а у них с мужем трое детей, они ютились в одной комнате общежития. В их новой квартире целых три комнаты. Счастливая обладательница собственного жилья строит планы, как обустроить дом. Моя семья вся счастлива, рада. Детям теперь будет место. И учиться будет удобно. Учебные столы будут. И, конечно, уют создавать приятнее в полноценной квартире. Да ещё и когда дом новый, район благоустроенный, рядом находятся детский сад и школа. Безусловно, комфортное проживание создаёт настроение, которое положительно сказывается и на работе. Особенно, если работаешь с детьми, как, например, Яна Король, врач-педиатр районного дома ребёнка. Ей глава тоже вручил заветную коробочку с ключом от собственной квартиры. Таких больших подарков в жизни ещё не было. Непередаваемая просто радость. До конца года администрации Ленинского района планируется выдать ещё пару десятков служебных квартир. Юлия Погасьян, Ирина Тихановская, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.